всем привет ребята вы находитесь на канале зимина татьяны и это рубрика у нас где я хочу протестировать купленные мной формы с алиэкспресс недавно был обзор можете вот посмотреть по ссылочке я заказывала вот такие вот силиконовые формы миленькие и хочу из них сделать вот такое вот посмотрите на картинке такие милые горшочки или подсвечники кто как может использовать для того чтобы сделать заливку я взяла уже набрала стол даже поменьше доверно гипса обычного алебастера строительный ну что у меня осталось от ремонта думаю но не пропадать же добру когда еще будут ремонтом заниматься поэтому решила его использовать не знаю как будет себя вести дальше будем заливать его тепленькой водичкой и тщательно размешивать ну что давайте приступим к нашим процедурам добавляя сначала немного воды и консистенция у нас должна быть где-то на на уровне сметаны но чтобы хорошо у нас разливалась если будет мало гипса я просто его добавлю еще я взяла специально такой стаканчик с носиком потому что у нас видите края очень такие вот маленькие до чтобы было удобно заливать так намешала я вот такую вот болью она немножко жидковата потому что первый раз я попробовала слишком была густая и давайте попробуем все-таки залить нашу красоту аккуратненько может быть жидко но лучше жидко чем вот так вот как я первый раз делала до конца следующий и давать последний сейчас дольем в остальные тут что-то мне нравится уберем и осталось у нас еще смотрите сколько давайте чтобы продукт не пропадал что продукт не пропадал давайте мы еще куда-нибудь зальем вот у меня есть силиконовые формы для мыла такие давайте попробуем еще сюда залить я думаю что в принципе немножко раз жидкое можно добавить еще я просто боюсь чтобы она не загустела как у меня первый раз получилось добавили давайте еще размешаем я взял уже железную ложку потому что пластиковая у меня оказывается сломалась при размешивании первый раз первый класс застывает я вам скажу очень хорошо давайте заливаем здесь уже погуще получилось и забиваем во вторую кстати посмотрите я попробовала у меня получилось чтобы убрать влагу сверху просто я взяла бумажное полотенце накрыла и само оно промокнулось давайте вот на примере вот этих он уже застывает потихонечку на примере вот этой формы покажу видите сверху вода беру бумажное полотенце складываю в несколько раз просто накрываю и вода впитывается аккуратно убираю потрясти чтобы у нас поровнее было можно еще взять слой потому что там вода еще есть опять складываем накладываем промокаем все если что это можно уже шкуркой заделать то же самое со второй формы видите вода вот колышется сверху накрываем промокаем с этой стороны тоже самое нужно так вот пальчиком разровнять и остатки убрать алебастер застыл теперь мы можем достать наши стаканчики из формы посмотрите здесь как зависит смесь как бы как вы ее развели от того как она будет застывать здесь слишком было много воды поэтому посмотрите вот да какая вот засуха просто пустыня какая-то потрескавшаяся но это нам в принципе не важно это я просто хотела чтобы материал накидывать сюда залить здесь получше но здесь форма прям красивенькая и гладенько но здесь под последние немножко подкачала ну что ж давайте достанем и посмотрим что же у меня получилось я специально салфеточку чтобы не пачкать наш стол до достаём ну видите да здесь сыпется ну в принципе она такая твердая так давайте дальше следующую аккуратненько аккуратненько но если например что-то не получилось да что-то не получилось у нас туда здесь такие края немножко ободранные можно шкуркой потереть так давайте наши главные формы теперь достанем они хорошо застыли да теперь они нормально отделяются я переверну аккуратненько и буду доставать форма я достала но они очень такие знаете хрупенькие потому что одна у меня прямо развалилась еще не доставшие поэтому обязательно обращайте внимание на тот материал на который с которым будете работать и которого будете применять для изготовления данных форм потому что мне даже страшно вот сейчас шкуркой как-то делать мы просто показываем на примере работает форма или нет и в принципе что получилось для дальнейшего использования чтобы например делать какие-то поделки может быть их даже дарить кому-то лучше всего использовать качественный материал так ну что ж теперь для оформления я приготовила значит вот такие вот камушки у меня есть можно использовать любые здесь мы попробуем сделать свечку естественно можно покрасить загрунтовать чтобы у нас красиво это все смотрелось вот смотрите допустим так я положу камушки и сверху мы положим свечку можно сделать поменьше чтобы она больше утопала и вот такой вот подсвечник у нас получается его мы можем просто просто его вот так вот положить он отлично входит то есть он по размеру свечи и второй вариант давайте здесь так оставим чтобы было красивенько и второй вариант например у меня есть вот такие вот цветочки красивые но для для этой формы они немножко большеватый вот ну допустим вот такой вот маленький оставим чтобы такая этот я не сильно хочу нарезать ну вот допустим вот три цветочка и вот такие белые камушки наши цветочки ставим наши цветочки ставим ну ребяточки вы еще напились их что ли и засыпаем чтоб они лучше держались вот такие вот 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 я слепила из того что было можно какие суккуленты красивые большие туда поставить обрезать красиво но очень смысл вы понимаете да как можно оформить вот данные формы либо подсвечники либо цветочки какие-то может быть даже посадить какие-то не искусственные даже при уже цветы которые маленькие которые будут тихонечко развиваться потом пересадьте в более большой горшок всем спасибо за внимание если видео было вам интересно и полезно подписывайтесь на канал ставьте лайки это поможет развитию канала пишите комментарии особенно с теми материалами которые с которыми вы работали или которые точно будут хорошо держать форму не будут рассыпаться и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы получать уведомления о моих новых роликов всем пока пока